Манчегорск Всех гостей города встречает монумент покорителя Мончи Тундры, возведенный в памяти трудовом подвиге первых разведчиков и первопроходцев Мончи Тундры. На площади Пятиуглов живет лось, символ города Манчегорска. Бронзовая скульптура, установленная 24 октября в 1958 году. Фигура отливалась в Ленинграде. Пересталом лосью стала большая гранитная глыба, обнаруженная при стерильстве дома номер 11. В проспекту Металлургов площадь Пятиуглов один из самых красивых уголков города. В самом центре города находится центральный парк. Он назван в честь архитектора Сергея Бровцева. Это уютное место для семейного отдыха и прогулок с детьми. С аллеи парка открывается красивый вид на озеро Лумбалка. На тропе здоровья проводятся спортивные эстафеты, соревнования. Парк стал местом культурно-спортивного отдыха. Появился берег развлечений. Проводятся городские мероприятия и праздники. В парке установили арт-объект, поэтическая табуретка. Он стал сценой для манчегорских любителей поэзии. В парке живут ручные белки. Пушистые обитатели городского парка давно уже стали визитной карточкой города. Они привыкли к людям, приучились брать семечки с рук у прохожих и чувствуют себя в городских условиях комфортно. Заботливые горожане установили в парке знак «Осторожно, белки». Это сделано для того, чтобы безопасить животных, которые попадают под колеса велосипеда. Белка – один из самых подвижных лесных грызунов, жизнь которого тесно связана с лесом. Она прекрасно бегает по стволу дерева, стремительно прыгает с ветки на ветку. На деревьях белка находит пищу, строит гнездо, а в тех местах, где деревья растут чаще, чем в Мурманской области. Она и передвигается, преимущественно по деревьям. В парке на деревьях разъезжены кормушки для птиц. Юные натуралисты подкармливают пернаты в холодное время года. В ясную теплую погоду Комсомольское озеро пертягивает всех тех, кто любит отдых у воды. Сюда приходят родители с детьми, которые с удовольствием кормят многочисленных уточек, ставшись совсем доверчивыми и непугливыми. Многие горожане подкармливают этих милых попрошая хлебом и даже не подозревают, что тем самым оказывают им медвежью услугу. К сожалению, утки очень быстро толстеют и отказываются улетать в зимовку. Присутствие уток в городе считается хорошим знаком. Горожане приходят на берег озера, чтобы любоваться неторопливое скольжение городских уточек по глади воды. К середине июля расцветает сирень на площади Революции. Соль красивая в пору цветения растения стала ее украшением. Розовые, лиловые, бледно-фиолетовые свечи цветов собирают вокруг себя гудящих смелей. Густым облаком чет по площади сиреневый аромат, а городские клумбы пестрят яркими цветами. Ленинградская набережная – одно из красивых мест Мончегорска. Озеро Иммандра – крупнейший водоем Кольского полуострова, неизменно привлекает сюда мончегорцев и гостей города. С берега открываются виды на голубые просторы озера, живописные рельефы леса и снежные хибины. Практически весь Кольский полуостров находится за полярным кругом. Летом солнце несколько месяцев не заходит, а зимой не восходит. Северное сияние – зрелище, которое никого не оставляет равнодушным. Конечно, лучше всего увидеть это потрясающее природное явление своими глазами. Север – это край вечной мерзлоты – болот и тундры. Северная природа щедрая и бескорыстна. За короткое полярное лето здесь успевает издревать богатый урожай ягод. Ведь именно летом тундра дарует сочные ягоды – морожки, черники, брусники, голубики. Морожка – царь ягода среди всех, или иначе ее называют болотный янтарь – маховая смородина. Морожка – любимая ягода Александра Пушкина. Необыкновенная красота гор, лесов и озер Вончегорска никого не оставляет равнодушным. Свой юбилей Вончегорск будет встречать новыми красками. Тишка калибри, взлетевшая на фасад и украсившая здание детской поликлиники. На проспекту Ленина изображен берег Северного моря. На камнях сидят тупики и чайки, одна из которых взмыла в небо. На проспекте Металлургов на фасаде дома 39 уже выросла самая северная ягода – морожка. Искусство населенной живописи – мурал-арт, воплощенная в жизнь, сделала Вончегорск яркими и добавила городу красок, отобразила неповторимую красоту природы Северного края. Вончегорск – молодой город. В этом году ему исполняется 80 лет. Меняется поколение, город развивается, становится красивее, уютнее. Его по праву называют «жемчужиной заполярье». Вончегорцы всей душой любят свой город, гордятся им и прививают любовь к родному краю своим детям. Пожелаем нашему любимому городу удачи и просветания. С днем рождения! Продолжение следует...